В Хабаровском крае окончено расследование уголовного дела в отношении шести участников организованной группы, которые занимались распространением наркотика под названием «Скорость». Сотрудникам транспортной полиции поступила информация, что крупную партию запрещенных веществ в регион привозят поездами. Подтвердилась версия сразу после ареста первого подозреваемого. Фигурантом стал 24-летний житель Комсомольска-на-Амуре. На момент задержания при нем нашли 3 грамма наркотика. Еще 11 он хранил у себя дома. В этом бизнесе молодой человек оказался новичком. Бесконтактным сбытом он занимался последние два месяца. Это где-то октябрь месяц, да? Сентябрь-октябрь, да? Каждый день по 15 штук. Дальше, чтобы было вот так, получается, брал наркотик и раскладывал. Ты фотографировал? Да. Описание делал? Да. По 30 грамм вот такой. А там в общем. В преступную группу, участником которой был задержанный, входили еще 5 комсомольчан. Полицейским удалось схватить их всех кого-то, даже с поличным, сразу после очередной сделанной закладки. Машину блокируй. Участники наркобизнеса действовали по ролям. Когда в регион привозили крупную партию синтетики, ее отправляли на хранение ответственным за это лицам. Фасовщики делили наркотик на части и делали закладки, предназначенные для распространителей. Те фасовали скорость на дозы и маркировали цветной изолентой в зависимости от объема вещества. Адрес закладки с фотографией и подробным описанием места отправляли покупателям после получения оплаты. Что ты можешь добровольно выдать? Сим-карта. Сим-карта какая? Что пояснить за сим-карта? Куда поступали средства. Средства от чего? Ну, диве, продажи или так, не знаю. От сбыта наркотиков? От продажи наркотиков или от чего? Во время обыска в квартирах подозреваемых полицейские находили наркотики в самых разнообразных местах. Один из фигурантов прятал вещество в маникюрном наборе. Всего же из нелегального оборота изъяли килограмм и 700 граммов синтетики. Преступная деятельность была задокументирована. Изъята крупная партия наркотических средств. На сегодняшний день четверо из них находятся в следственном изоляторе. И дожидаются приговора уже по направленному уголовному делу в суд по части 5, 228 и прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Судить обвиняемых будут в Комсомольске-на-Амуре. Молодым людям грозит до 20 лет колонии. С места происшествия Юлия Рябцева по материалам транспортной полиции. Комсомольске-на-Амуре.